В центре тестирования «Сибирский нефтяник» в течение двух дней студенты четырех омских вузов состязались в испытании Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Фестиваль ГТО включал в себя тесты по общей физической подготовке и легкой атлетике, стрелковой и плавательной дисциплины. В нынешнем году соревнования выставочные, но в планах у организаторов включить состязание в официальный зачет спартакиады вузов. Некоторые студенты, которые участвуют здесь, они уже имеют знаки отличия, а некоторые пришли за тем, чтобы в рамках этих соревнований еще и выполнить нормативы ГТО, получить определенный знак. Студенты университета физкультуры и путей сообщения, педагогического и технического университетов в отличной физической форме. Выполнить норматив и достойно представить учебное заведение – главные задачи для ребят. Выполнение нормативов проходит отлично, в основном сдаемся на золото. В принципе, подготовка у нас тоже была, мы готовились почти год. В принципе, вот. Ну, так как занимаемся, поэтому все хорошо. В первую очередь хочу узнать, готов ли я к труду в обороне, так как, ну, поддерживаю физическую форму. И интересно узнать, подвластны ли надо мной нормативы спортивные, ну и готов ли я их выполнить на золотой значок. С каждым годом улучшаем результаты. Прошлогодний значок уже есть золотой, и в этом году уже, ну, получил второй. Ну, стремлюсь как можно больше заработать золотых значков, чтобы было что вспомнить, ну, и показать остальным, что можно каждый год поддерживать физическое состояние свое и продолжать, несмотря на что, ну, трудиться над собой. По итогам фестиваля первое общекомандное место заняли ребята из технического университета. Вторыми стали студенты Севгувка, а замкнули тройку призеров учащейся университета путей сообщения. Выполнение норм ГТО в Омской области становится все более популярным видом активного образа жизни и гармоничного физического развития. Так, испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса включены в различные массовые соревнования региона, а студенты проводят собственные фестивали. Это круто, ну, конечно, радостно, то, что ты трудишь и трудишься, и в итоге вот получаешь за свои заслуги почетно как-то все смотрят, как-то, может быть, будет равнение на тебя, тоже будут стремиться. Мне вообще нравится бегать, прыгать, вот, все, что выполняют люди, вот, что еще сказать могу. Могу сказать, что почему я ГТО выполняю. ГТО я выполняю, чтобы получить, во-первых, золотой значок, золотой значок дает для меня все, дает дух и максимальную энергию. Ребята, им нравится принимать участие в этом мероприятии, потому что нормативы доступны каждому человеку, который занимается физкультурой, каким-то видом спорта. Здесь не требуется больших усилий, званий, спортивных разрядов, поэтому они все с интересом увлеченно принимают участие в этих мероприятиях. Познакомиться это в любом случае, и, конечно же, сопереживание за других людей, и неважно, знакомый, незнакомый. Вот я сижу, смотрю, ребята делают, у меня так все внутри сжимается, и хочется, чтобы все сдали. Прелесть в том, что, знаете, наверное, объединяется весь университет, и просто это чувствуется, что, например, выступает один факультет, а другой факультет наблюдает за другим, как он выступает. То есть, ну, соревновательный дух, это безусловно, он присутствует. Мы все будущие педагоги, и должны быть примером для подражания для своих учеников, и, естественно, здоровый, сильный учитель, это всегда, безусловно, такой крутой, яркий пример для детей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!